Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» В студии ведущая Полина Митрофанова Русь-Горняя или Белая Сербия Русь-Угорская, Русь-Подкарпатская Знакомые вроде бы названия, о чем-то смутно напоминающие О чем-то далеком А ведь на самом деле это название Руси изначальной Тех мест, где обитали и по сей день обитают русские люди Первыми принявшие христианство Живут уже много веков в условиях невероятно тяжелых Гонимые и теснимые как иноплеменниками, так и иноверцами И тем не менее, они свято хранят веру православную Обычаи и весь уклад жизни В начале 20 века символом гонимого славянства Русскости в Австро-Венгрии И возрождение православия в Карпата-Русском народе Стал схерхимандрит Алексий Кабалюк Полное и достоверное жизнеописание подвижника Собрано в книге, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию Она вышла в свет в издательстве Успенско-Казанского монастыря И называется «Путь к святости» Преподобный Алексей Карпата-Русский Эта книга посвящена непростой жизни Одного из величайших Карпата-Русских святых Апостола Подкарпатья Жившего на рубеже XIX и XX веков Преподобного Алексия Карпата-Русского Урожденного Александра Кабалюка В данном издании говорится и о необыкновенном месте рождения святого Гуцульском селе Ясеня, возникшем под покровом Пресвятой Богородицы О жизни примени Гуцульского с описанием природы, жизни, обычаев Здесь же перед глазами читателя проходит и история Карпата-Русского края Которая неразрывно связана с необыкновенной судьбой преподобного Алексия В свое время эта легендарная личность стала живым символом Карпатской Руси Воскресающей в православии накануне Первой мировой войны Чудо великого возрождения православия, по словам автора Григория Владимировича Радчука Это не общая фраза, это название конкретной исторической эпохи в жизни Карпата-Русского народа Первой половины 20 века и это же удивительнейшая страница в истории церкви То, чего никогда прежде не случалось Никогда еще ни один народ так героически не сбрасывал с себя ненавистное духовное иго И не восстанавливал с такой стремительностью святость на своей земле Через великое мученичество и исповедничество Великое возрождение православия дало толчок всей бурной, как никогда прежде И как никогда прежде к катастрофической истории 20 века Ибо против него восстали все силы зла, разрушив целые империи и убив миллионы людей В своем бессилии против Христа Спасителя, которому приникла Горняя Русь, Белая Сербия В судьбе преподобного Алексея, по словам издателей, по-особому ярко выразилась бессмертная душа народа Его героический нравственный выбор Первый православный священник и монах в родном краю после более чем векового господства Унии Он своим подвигом показал подлинный смысл слов «Святая Русь» Ибо это в первую очередь не название страны, а народное имя Святая Русь – имя народа, которое через немыслимые страдания воскресило православие и воскрес вместе с ним Народа, который навеки связал своей мученической кровью сербскую церковь и церковь русскую Из святых Карпатской Руси преподобный Алексей наиболее известен Еще при его земной жизни о нем была написана книга, составлено множество воспоминаний, опубликовано много статей в газетах Им самим продиктованы и изданы прижизненно мемуары, записаны его рассказы Ценность настоящей работы, по словам издателей, именно в том, что она основана прежде всего на воспоминаниях близких людей Которые действительно знали преподобного и кроме этого показывает благодатное влияние его святой личности на родных Святыми не рождаются, ими становятся Его путь к святости был долог и труден, да он и не может быть иным Господь многократно ставил его перед нравственным выбором И Александр ни разу не отступил от единожды выбранного пути А начался он 12 сентября 1877 года, когда в Карпата русской деревне Ясеня в семье лесоруба Ивана Кабалюка родился мальчик И в крещении был назван в честь святого Александра Невского Отцу часто приходилось выезжать на хозяйственные работы, поэтому воспитанием детей занималась мать Как глубоко верующая женщина, она смогла привить детям свое благочестие и религиозное настроение Дать им настоящее христианское воспитание Все материнские наставления глубоко проникли в душу и сердце Александра Когда мальчику исполнилось 6 лет, родители отдали его в церковно-приходскую школу В которой он отличался успехами в обучении и благочестивым поведением Здесь же мальчик получил и другую науку За каждое русское слово, сказанное на родном языке, ребенок получал 5 ударов Так с детства Александр понял, что живет в завоеванной стране Возмужав, он служил в австро-венгерской армии Прошел через многие унижения, но не сломался Никогда не хитрил, не изворачивался, смотрел прямо в глаза За это его все невольно уважали Вернувшись из армии, Александр застал своего отца ослабевшим и изможденным А после его смерти стал старшим мужчиной в доме Положение юноши улучшалось и укреплялось И вскоре Александр стал богатым хозяином, завидным женихом Но вместо ожидаемой женитьбы, Бог судил совсем иное Господь открыл своему избраннику учесть грешников в аду И в душе молодого человека произошел нравственный перелом Возврата к прошлому уже не могло быть никогда А будущее для него было неясным Как переделать свою жизнь? Как начать новую жизнь, богоугодную? Вот сложнейшие вопросы, которые неотступно стояли теперь перед душой Александра В это тяжелое время раздумий успокаивает и укрепляет его только молитва и чтение священного писания Чтобы докопаться до истины, он ищет духовные книги, которые в то время были редки и очень дороги Данный отрезок времени становится очень важным для будущего исповедника Ему предстоит вернуться в святую веру своих предков путем тернистым и долгим Выстрадать самому, всей своей душой, всем своим существом истинную веру Чтобы потом всегда быть готовым отдать за нее жизнь и проповедовать ее без устали народу Карпата-русскому В 1905 году Александр отправляется в Россию и возвращается православным миссионером-проповедником Через год он вновь уезжает в Киев, где принимает твердое решение стать монахом В 1907 году по постановлению Собора православных общин Подкарпатья Александр в третий раз посещает Россию, город Почаев В следующем году живет два месяца в Палестине Пребывание на Святой горе Афонской завершает его окончательный переход в Святое православие Именно это становится центральным моментом жизни святого Принятие православия на Святой горе Афон А также дарование Божьего благословения для страждущего народа Чудотворного образа Божьей Матери Акафистной предвозвестительницы Этот момент освящен в полном житии по-особенному, нестандартно Слово предоставляется непосредственному свидетелю, афонскому иноку Динасию Который подробно все это описал После принятия православия подвижник возвращается на родину Проповедуя истинную веру своему народу Здесь за Александром Кобылюком начинается постоянная слежка Его часто арестовывают австро-венгерские жандармы Но он продолжает свое начатое дело У него проводят обыски, конфисковывают книги После нескольких дней допросов отнимают паспорт Но ничто не может удержать Александра Он тайно с чужими документами пересекает австро-венгерскую границу В России с 1908 по 1910 год проходит великий духовный путь От новообращенного до монаха Пострик в малую схему с именем Алексий Рукоположение во Иеродьякона, потом во священника Так совершается то, чего чаяли уже много лет православные подкарпатской Руси Находясь в униатской блокаде, у них появляется свой священник С ревностью и жаждой служения своему бесправному народу Отец Алексий обходит все села, перешедшие в православие Но впереди исповедника ждут еще суровые испытания Книга «Путь к святости» посвящена жизни недавно прославленного в православной церкви Святого, подвязавшегося в первой половине XX века в подкарпатской Руси Этот край находится на стыке нынешних Украины, Молдавии, Венгрии, Польши и Словакии И населен русинами, славянским народом Многие столетия православное население Подкарпатья Было притесняемо за веру Христову более могущественными соседями И вынуждено из века в век отстаивать этническую независимость Национальный язык и культуру Святой Алексий Кабалюк стал апостолом Подкарпатья Живой легендой, символом Карпатской Руси Читая его житие, невольно удивляешься, как близка к нам бывает святость Впрочем, едва ли есть смысл пересказывать всю жизнь описания преподобного Алексия Карпата Русского Лучше прочитать книгу Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться И в завершении передачи напоминаю вам, что новинки православной литературы Вы найдете в церковных книжных лавках И да хранит вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok